Добрый день дорогие друзья! Мы продолжаем нашу недельную главу Дворим. И мы уже прошли. Исаава Всевышний запретил с ним воевать. ОМОН также сказал, не дам от земли ОМОНа тебе не пяди. И перед ОМОНом был Мав, который тоже Всевышний запретил атаковать. Все. Дальше мы подходим к границе Сихона, царя Эмареев. И мы с вами читаем главе Лех-Леха. Написано, что Всевышний обещал нашему праотцу Аврагаму. Это ему было 70 лет. Он в разведке и Всевышний говорит, что четвертое поколение возвратится сюда. В эту страну, в страну Кнаан. Пока еще не полна виновность Эмарея, чтобы отдать тебе эту страну раньше. Эмарея. Вот мы стоим. И у нас земля эмарейских царей. Сихона, его одноутробного брата Вога, сына Сихона. В общем, тоже большой был великан. И вот Всевышний говорит, встаньте, двиньтесь и перейдите поток Орнон. То есть мы знаем, что Орнон это граница между Мавом и Эмареевью. Ту часть, которая идет до потока Орнон, она была тоже страной Мава. И Сихон захватил ее себе. Смотри, я отдал в руки твои Сихона, царя Хешбона, Эмарея, и страну ее. Начинай завоевывать ее. И затевай с ним войну. То есть в данном случае, Всевышний сказал, затевай с ним войну. То есть вызывай его на себя. Потому что если ты нападешь на города, и они там закроются, в крепостях своих будет тяжело с ними воевать. А так Всевышний хочет, чтобы мы его выманили на себя. Сегодня я начну отдавать тебе страну эту, наводить ужас на них, страх перед тобой на народы, которые перед тобой, перед всем этим небом. Едва услышат они весь о тебе, как овладеет ими страх и ужас, и смятение перед тобой. И отправил я послов к Сихону, из пустыни к Деймот, к царю Эмареев, с такими словами мира. Значит, дай мне пройти через твою страну. По проложенной дороге пойдем, и если будем брать воду у тебя, или еду, все будем за деньги покупать. И главное, сказали послы, как поступили со мной сыны Эйсава, живущие на Сеире, и Моавитяне, жившие в своей стране, в Моаве, и Аманитяне, они нас пропустили пройти через свою дорогу. Сихон прекрасно знает, как мы идем, за нами наблюдает весь мир. И он прекрасно знает, что это обман. Эйсав вышел нам на встречу с мечом, и сказал, не пройдешь. Всевышний запретил, и мы обходили гору Сеир многие дни. Моав нам Всевышний запретил трогать, как у Эйсава сказал, недам из земли, Моава тени пяди, также и Аман запретил Всевышний трогать. Невзирая, что они не встретили нас с хлебом с солью, когда мы шли в пустыне, что если бы не Всевышний, мы бы с Волода умерли, с такими братьями нашими. С сыновьями Лота. Но, тем не менее, Всевышний сказал, не трогать. Конечно, когда Сихон это услышал, уже понял, что это ложь, и он решил выступить. Он был уверен в своей победе на 100%. Он не сомневался, что его мощь, его сила, что он одолеет сыновь Израиля. Потому что он великан, но кто такие сыны Израиля. Он понимал, что никто его не троган, он же живет 800 лет на земле. И никто его не может сломить. Он великан, ему платили дань, все эти 31 царь Кнаанийский, чтобы он никого через свою страну не пропускал. И эти цари жили в безопасности. Он был как сторожевой пес. И все, у них было все хорошо. Они платили дань и жили себе беспечно. И он решил выступить. Но Всевышний сделал его сердце упорным. То есть мы помним, как Всевышний ожесточил сердце фараона. И так Сихон попался в эту ловушку. Сказал Всевышний, смотри, я отдаю тебя Сихона и страну его, начинай завоевывать страну его. И выступил Сихон против нас, он и весь народ его на войну в Ехатце. И мы его разбили, полностью всех уничтожили. Никого не оставили в живых. Ни одного из души живой в стране Эммарейская Сихона не осталось. Но Скотт Всевышний нам разрешил взять себе. Это не Ерихон, когда Всевышний сказал истребить Скотта. Или дальше у нас такие будут случаи, когда Всевышний запретит. И здесь мы взяли себе имущество и Скотт мы забрали себе. Эта война стала известной на весь мир. Потому что Всевышний для нас остановил Солнце. Пока мы не победили Сихона, Солнце стояло. Вечер не наступал. Пока война полностью не была закончена, во всем мире темнота не наступала. Это было удивление. Весь мир узнал, что это произошло. У нас в истории есть такие случаи, когда Всевышний останавливает Солнце. Первый из них, вот этот случай, для нас в пустыне. После этого Егошуа так получилось, что один из народ, Геваним их называет, они понимали, что Всевышний сказал уничтожить Кнаанеев. И они решили хитро поступить. Они знали, что Егошуа праведник, и что если он что-то пообещает, он выполнит. Они хорошо понимают, с кем имеют дело. Эти Геваним пришли к Егошу в стопленных башмаках, с черствым хлебом, говорят, мы сдалека пришли, и мы хотим заключить с тобой мир, чтобы ты нас не тронул. И Егоша подумал, дальний народ, и не относится к этим народам, о которых говорил перед Всевышним и Всевышний сказал их уничтожить. И Егошу заключает с ними мир. Но не тут-то было. Когда мы прошли небольшое расстояние, они здесь живут. И Егошу ничего не может сделать. Потому что если он уже пообещал, он не может нарушить свою гляд. что же делать? Написано, что он сделал их дровосеками, водоносами этих людей. И тут случилось такое. Пять эмарайских царств объединились и напали на этих геваним, на маленький народ. Они бегут к Егошу. Что нам делать? Мы погибаем, они нас просто уничтожат. Это мощная армия. Егошу молится Ашем просит и выходит на войну. Действительно очень страшная война и очень сильный соперник, но пишется, что то, что просил Егошу остановить Солнце и Луну, чтобы они стояли, чтобы день не заканчивался, чтобы все вышли, дал нам победу такую. И действительно Солнце остановилось, Луна не заходила, Егошу воюет, и побежали эти цари от Егошева и начало что-то невероятное. Всевышний начал бить их камнями с неба, как метеоритный дождь, начал их убивать камнями. И не столько удалось убить Егошева этих врагов, сколько Всевышний уничтожал их камнями. То есть чудо было невероятное и пока эта война не закончилась, солнце не заходило. И день длился до тех пор, пока война полностью не была выиграна. Еще один у нас был такой человек, его звали Бонни. Это уже второй храм. И римский наместник воды нет, засуха, урожая нет, люди в беде. Бонни был богатевшим человеком. И он, чтобы спасти народ, он пришел к этому римскому наместнику и говорит, дай мне 12 цистерн воды, где у одного был запас воды. Говорит, и потом пойдет дождь и восполнится твои резервуары. Но если вовремя не пойдет дождь, резервуары не заполнятся, то заберешь мое имущество. Все его богатство он поставил на кон. И прошло время, вот уже день, когда он должен вернуть воду, воды естественно нет. уже подходит вечер, он начинает молиться, делает талис, идет в храм и молится, реально просит Всевышнего помочь. Я же пошел на эти условия, чтобы спасти народ твой. И молился, и просил. понял богатство, завладел имущество Бонни и уже рад, но Бонни выпросил Всевышнего, чтобы он продлил день, и тут начался дождь. Дождь пошел, и все 12 цистерн были переполнены. И пришел Бонни и говорит наместнику, что все, вот вода, все уже выполнено, все, что я тебе обещал, я тебе ничего не должен, он говорит, нет, уже вечер, уже стемнело, солнца уже нет. И ты лишаешься всего своего богатства. Он опять молится, просит Всевышнего, и Всевышний открывает небеса и солнце. День наступил, продлил день, и так Всевышний спас, этого человека Бони, его назвали Накидбон Бен-Гурион, человек, который выпросил у Всевышнего продление дня, остановил солнце, то есть такие у нас были три случая. Естественно, они остались известны на все времена. Так мы победили Сихона, царя Эмреев, и продолжили путь, завтра будем продолжать. А на сегодня наш урок заканчивается, урок был дан за поднятие души моего папы Яков Бен-Нахум, моего дяди Владимира Бен-Григория, моего брата Павел Бен-Эфим, Хаймалка Бат-Йосев, Мира Бат-Аврагам, Роза Бат-Михаэль, Самоил Бен-Герш, памяти Ури Бен-Харитон, Мендель Бен-Мендель, Надежда Бат-Йосев, За здоровье Светлана Бат-Клара, Шимон Бен-Эцхак, Борис Бен-Мария, Анна Бат-Ривка, Полина Перв Бат-Соня Сура, Лена Бат-Клара, Женя Бат-Ида, Анна Бат-Елена, Евгений Бен-Софья, Двойра Бат-Мирьям, Моисей Бен-Ева, Ирина Бат-Двойра, Йоси Бен-Раиса, Инесса Бат-Маэль, Евгений Бен-Берта, Евгений Бат-Ида, Фира Бат-Ана, Геннадий Бен-Елена, Леор Бен-Клара, Вадим Бен-Татьяна, Юлия Бат-Белла, Мазал Парнаса Сгула, Ирина Батури, Арон Ария Бен-Ури, За хороший дух Арон Ария Бен-Двойра, Йоси Бен-Нахум, Альгаль Бат-Цара, Парнаса и Бриют, Владимир Бен-Рая, Марина Бат-Рая, Борис Бен-Марина, Всего хорошего, Олегу Марченко, Всем браха Парнаса Кавана, Мазал то, что мы это время не грешили, учили Тору, да благословит нас Ашем, Всем всего самого наилучшего, до следующей встречи, надеюсь, нас встретится завтра, 15.30. Шалом.